Я не считаю, что не трогайте то, что хоть как-то работает сегодняшнее жилое время, хоть как-то работает. Можно позволить? Да. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я приветствую всех, кто присылся к нам только сейчас. Итоги час второй, прямой эфир и основная тема сегодня следующая. Итак, общий российский тренд ведения регулирования и контроля докатился до одной из самых, как мне утверждает, закрытых и малоизученных отраслей российской экономики. Организации зрелищно-развлекательных мероприятий в просторечии до продюсирования концертной деятельности. Мало кто пытался разобраться в том, как работает этот бизнес, зачем его нужно регулировать до тех пор, пока в Госдуму не поступил некий законопроект, который Яков разделил участников рынка на его ярких сторонников и противников. Сторонники ратуют за наведение порядка отрасли, противники пугают возрождением госконцерта в его советском варианте. Судя по той информации, которая содержится в пояснительной записке к законопроекту, на территории России работают около тысячи организаций, индивидуальных предпринимателей, усилиями которых ежедневно проводится около, опять же, тысячи концертов и шоу. Вот именно тот факт, что отрасль затрагивает интересы миллионов потенциальных пользователей, заставил его разработчиков говорить об обязательности выступления любого продюсера или промоутера, занимающегося организацией концертов, в некую саморегулируемую организацию. Более того, ни одна концертная площадка в случае реализации законопроекта не имеет права предоставлять своей площади продюсерам в такую организацию, не вступившим. Что за собой влечет создание добровольно-принудительных вот таких продюсерских организаций и, как скажется, на проявлении, проявится на зрителях, мы и подумали и решили, почему бы не перевести вот этот весь разговор на, может быть, даже конфликт. В публичную сферу мы это любим. В нашей студии сегодня известные продюсеры. Это Дмитрий Гройсман, я приветствую вас. Очень приятно. Ну, Игорь Ефрин, я не знаю, нужно ли кого-то представлять. В студии РБК отеля Арарат Хаят Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности. Сергей Анатольевич, я надеюсь, все в порядке, да, со звуком у нас и с видео? Я приветствую и благодарю, что вы с нами сегодня. О. Да, мне говорят, что слышат. И в нашей студии в Санкт-Петербурге, Кемпинский, Мойка-22, там Евгений Финкенштейн, президент медиахолдинга ПМА, вы говорите, я на отчестве буду спотыкаться. Евгений Григорьевич, я приветствую вас и благодарю. Да, здравствуйте. Я вас слышу. Господа, ну, такой самый простой вопрос, в котором заключена бездна смысла. А в чем смысл вообще создания саморегулируемых организаций? Наверное, Сергей Анатольевич, давайте с вас начнем. Да, добрый вечер. Я считаю, что саморегулируемые организации – это абсолютно либеральный институт, которому в Европе уже несколько сотен лет. И если мы заботимся о качестве услуг, которые представляет во многом серая отрасль зрелищно-развлекательных мероприятий для миллионов наших потребителей, для сограждан, то мы вправе ставить вопрос о качестве, о стандартах безопасности и прозрачности, и ответственности организаторов, проводящих массовые платные зрелищно-развлекательные мероприятия. Чтобы не быть влеченными в цензуре и возрождении советского или государственного лицензирования, мы пошли по пути, современному европейскому пути саморегулирования в этой сфере. 10 лет назад Конституционный суд принял решение о том, что общество и государство может доверять саморегулируемым организациям, например, в оценке или в арбитражной деятельности, или в аудиторской деятельности, как у нас уже сейчас есть, эту работу. И мы считаем, что она при должном контроле государства вполне оправдывает себя. Я ничего не понял. Это ни о чем. Это то же самое, как я прочитал сегодня эту пачку закона и понял, что там написано ни о чем. Этот закон, он ничего вообще не... кроме того, что он поставит, нагнет всех участников этого бизнеса, тех, кто много зарабатывает, тех, кто зарабатывает, работают на маленьких площадках с не очень популярными артистами, с молодыми начинающими, вот всех поставят в очень удобную позицию. Вот об этом идет закон. Вы зрелищи люди фобиями, друзья. Я вам скажу, вот мое мнение такое, мое мнение такое, я прошу прощения, я перебью участников. Дело в том, что времена, лихие времена 90-х, когда все было в этом бизнесе непонятно, оно прошло. На сегодняшний день все участники этого рынка известны. Ни о каких серых схемах я понятия не имею. Я сам провожу концерты. Как могут быть серые схемы, если у вас официально продаются билеты через концертного зала, через площадку... ...потребители носом к носу с концертными площадками. У нас за полгода только 22 тысячи срывов. Если мы сейчас будем говорить все сразу, никто ничего не поймет. Видите, вы говорили один и вот... Давайте, давайте, я дам разговор, потому что я являюсь учредителем... Два авторитетнейших евреев этой отрасли. И то ничего не... И ты, кстати, вот между двух с одинаковыми именами, если дети говорят счастье, а между двух евреев, наверное... Да, это двойное число не счастье. Но, господа, у меня есть такой же человек, но, правда, выступающий с обратной стороны. Евгений Григорьевич, да, а действительно ли вот эта сфера, она одна из самых закрытых и самых, как я это говорил, то бишь, малоизученных? Ну, если честно, если честно, безусловно, это, наверное, самая закрытая сфера, она, ну, если она не серая, то я могу сказать, она не серая, она практически черная. Что касается регионов, она абсолютно черная-причерная. Она действительно невыгодна никому, ни артистам, ни продюсерам, которые привыкли работать по старинке. На самом деле, рынок диктует другое. Что касается этого СРО, то я не считаю, что это какая-то организация, которая будет регулировать. То, на самом деле, каждый день идут отмены концертов, есть невозвратный денег. У нас люди каждый день воруются какие-то бюджетные деньги, потому что, если ты участник СРО, вот я могу сказать, я являюсь крупнейшим, крупнейшим, например, там, концертным, все-таки, человеком, который проводит, там, я делаю, там, порядка 15 концертов в месяц. Я могу сказать, я не выиграл ни один тендер, ни на одно предприятие, вернее, ни один тендер, ни на проведение, ни елки, ни каких-то, там, городских праздников. СРО открывает, наоборот, дополнительные деньги для продюсеров, для всех, и никакого ограничения тут нету. Пожалуйста, вы открывайте, вы делайте. Я переведу, как я вас понял. То есть, весь этот рынок держат Евгений Фридленд и Дмитрий Гроссман. Правильно я говорю? Кстати, удивительно, скажу вам честно, мне удивительно, что есть Женя, потому что Женя очень успешный бизнесмен, у него реально всегда хорошие программы идут, всегда хорошие сборы, он состоятельный парень. Я, по поводу тендеров, я думаю, что это не этим законом регулируется. Вы не заставите государство, то есть, те, кто сегодня выигрывал тендер, они также станут участниками этих СРО, и также будут выигрывать эти тендеры и получать деньги. Ничего тут не изменится. Пожалуйста, дело в том, что я объясню, не будет однодневных компаний, которые открываются и закрываются. Если у тебя нету трех, минимум три года на рынке, то ты не сможешь участвовать в государственных тендерах. Если ты, когда можешь Женик, пожалуйста, но они хотя бы будут платить налоги, это будет регулироваться. Евгений Григорьевич, давайте Дмитрий Еммануилович, пожалуйста. Можно вопрос? Может быть, тогда, если все это делается для того, чтобы выигрывать государственные тендеры, то, может быть, и объединитесь только для того, чтобы делать государственные тендеры? Причем тут все остальные артисты. Я еще раз хочу сказать. Во-первых, давайте будем честны и так далее. Это инициатива сверху. Более того, понятно, кто с кем и почему разговаривает, и как это организовывается. На сегодняшний день получается, что если я хочу провести в своей группе какой-то концерт, я обязан занести вам денег за это членство. А если я уже всем доказал 25 лет о том, что мое имя – это и есть качество, что я никого ни разу не обманул, ко мне не могут быть никаких претензий. Более того, все партнеры, которые так или иначе должны войти в саморегулированную организацию, меня прекрасно знают. Почему, если я гарантирую, и все знают, что я гарант, почему мне нужно еще куда-то зайти? И почему мне зал не могут сдать? Я еще понимаю, если я не член СРО, я не имею права получить государственный тендер. А если я его не хочу получать, можно мне делать так концерт, как я хочу? Давайте я, наверное, да, давайте я... И просто обычно у нас получается так, что под личиной благих намерений все время закрадывается... Да, дорога в ад вы будете. Да, дорога, да. Поэтому вот я скажу так, вот мы с Димой, вот, Дима, помнишь, 90-е годы, когда были туры там и ДТТ, и Чайфов, в худшие времена, в худшие, когда эти дворцы спорта стояли убитые совершенно, мы отратили огромные деньги, чтобы это все распечатать, и в худшие времена мы несли убытки, но не отменяли концерты. Никогда не отменяли концерты. И если даже что-то случалось всегда... И более того, вы говорите сейчас о государственном тендере, а те вериферийные мелкие организаторы, они вам вообще не проблемы и не конкуренты. Я все-таки добавлю, вы знаете, вы выцепили только одну фразу, давайте я вот могу сказать только одну. Так это одна фраза самая главная. Да, дело, да, не-не-не, я сказал, что это будет плюс, например, как бы каким-то организациям, которые вступают в СРО. На самом деле, смотрите, каждый день происходят какие-то, например, там идут отмены концертов, которым артистов, вернее, люди... Это неправда. На сегодняшний день нет. Нет, ну как, вот я вам скажу, сейчас, пожалуйста, есть уголовный кодекс, зачем нужно СРО? Есть закон, уголовный кодекс, если ты виноват, если ты мошенник, тобой занимается полиция. Можно... Хорошо, вы знаете, у нас полиция не занимается ничем. Женя, я так и знал, что мне с моей фамилией будет трудно вставить здесь пару слов. Евгений, одну секундочку. Хорошо. Да. Сергей Анатольевич, правильно я вас понимаю, что смысл вот этого закона сделать эту отрасль транспарентной и хотя бы понимать, какие крутятся в этом сегменте экономики деньги? Да, это белое все. Да, и вот, как бы, то, что я говорю... Вопрос в деньгах, не только в налогах. То, что мы слышали сейчас, это явное свидетельство того, что все держится в этом достаточно высокодоходном бизнесе на личных непрозрачных договоренностях и оценках. Вот когда организаторы будут нести коллективную, круговую ответственность как перед зрителями, так и перед концертными площадками, смею вас уверить, что отношение и к качеству, и к гарантиям будет совсем другое. То есть, когда они будут платить средствами из компенсационных фондов за то, что они срывают концерты, будут страховаться, должен сказать, что в нашей версии страховка и взносы в комфонд в 10 раз меньше, чем таких же у оценщиков. Мы думаем, это надо поправлять, но согласитесь, что контролировать качество, стандарты качества и профессионализм, в том числе перед зрителями, должны как минимум не государство, а сами организаторы этой деятельности. Это максимально прозрачная и демократичная сфера, на мой взгляд. Последием, как живет весь мир. Я понял. Спасибо. Вы, кстати, поняли? Если нет, сейчас мы уйдем на рекламу, и я вам попробую объяснить. Нет, я все понял. Я просто у меня есть один аргумент. Первое СРО вводилось в строительном бизнесе. Мы сегодня каждый день видят, как члены СРО. Ну что ж, мы продолжаем. Наш концерт выступает... Еще в Финлянд. В Финлянд, я прошу. Значит, тут цифры же какие-то еще есть, господа, которые мы не озвучили, которые, может быть, зрителю не известны. Это вот 150 тысяч рублей, чтобы стать членом СРО. Да, насколько я понимаю, 500 тысяч рублей штрафов площадки, которые сдаст зал в аренду не члену СРО. СРО. Да, вот в текущей ситуации экономической непростой, печальной, а в следующем году, говорят, будет еще хуже. Это говорит, кстати, министр финансов, если я не ошибаюсь. Подъемные ли эти деньги для участников ОТОС и для организаций? Во-первых, я хочу сказать по поводу ремарки депутата о том, что это высокодоходный бизнес. Это высокодоходный бизнес исключительно для 10 первых самых топовых артистов. Основное количество исполнителей, которые, скажем, с 10-го и так далее места, они работают за совершенно умеренные деньги. Более того, огромное количество организаторов реально, которые работают, скажем, там за... А на артистов это тоже распространяется, я не понимаю? Ну, конечно, распространяется. Это на продюсеров. На продюсеров? Имеется в виду на организаторов концерта. Но получается так, что если члены СРУ решат, что этот артист слишком дорого просит для себя денег, то, наверное, они могут позвонить всем членам СРУ и попросить их не брать его за такие деньги. Совершенно верно. Совершенник, который уже у тебя на шею. Это тоже такая вещь. Но более того, ситуация в другом. Я еще раз говорю. Например, первая саморегулированная организация произошла в строительстве. И депутат наверняка об этом знает. Но при этом каждый день мы смотрим по телевизору о том, что члены СРУ по строительству кинули дома, не достроили дома, не могут выплатить дома, еще что-то. А все умирает, не строится и так далее. И мне кажется, что на сегодняшний день, в тяжелое время, когда вся страна переживает сложности, кризисы, нужно сделать все для того, чтобы люди сами себя вытаскивали, чтобы они работали. Чтобы у них была возможность, вы берете и делаете монопольную на сегодняшний день единственную структуру, которая еще должна получить денег, помимо тех расходов, которые нужно организаторам. И все это по итогу ляжет на плечи зрителей. На билеты и опять зрителей. Сергей Тович, Евгений Григорьевич, вот смотрите, такая слезоисточающая речь Дмитрия Ивановича. Но, господа, вот в ней проблемы сейчас всего, не только концерта, а всего малого и среднего бизнеса в России, я улавливаю, абсолютно те же проблемы испытывают бизнесмены малой и средней руки. Вы организовываете, правильно, может быть я ошибаюсь, это новая государственная корпорация, да? Причем монопольная. Это альтернатива, это прямая альтернатива государственному регулированию. Более того, по поводу кризиса, как раз во время кризиса геометрически растет количество жуликов, двойников и кидал. И поэтому, чтобы застраховать миллионов зрителей, мы здесь работаем, мы знаем, что это не так. Ну, вспомните 90-х, да, давайте, я прошу прощения, я прошу прощения. Я пролистал сегодня множество высказываний и мнений людей, которые очень заслуженные, очень авторитетные в шоу-бизнесе, и людей с радио, и людей, которые контролируют огромное количество артистов. Все против и все в непонимании, почему это происходило за кулисами где-то, что-то решалось. Почему не привлекались широкие слои шоу-бизнеса к обсуждению? Нет, просто коммунистическая партия, каким образом вдруг депутат оказался в шоу-бизнесе? Откуда вы стали специалистом? Специалистом, я почему-то с вами не знаком. Я с 91-го года в Москве занимаюсь шоу-бизнесом, я не знал, кто вы. Тоже интересует шоу-бизнес. Я с удовольствием представлюсь. Дело в том, что с точки зрения корпоративной, бизнес, который несет риски для потребителей, в частности организаторов зрелищных мероприятий, мало чем отличается от деятельности, например, обитражных управляющих, которые банкротят гиганты металлургии или машиностроения, или оценщиков, или аудиторов. Поэтому мы считаем, что эта передовая европейская практика, корпоративная, вполне может быть применена и к этой сфере деятельности. Пожалуйста, организуйте добровольное саморегулирование, развивайтесь. Вы же не хотите никак отвечать перед обществом, ни деньгами, ни страхованием, ни комиссионными фондами. Я отвечаю перед обществом по закону Российской Федерации. Я законопослушный, налогоплательщик, делаю, организую, я не понимаю, почему вы говорите, что вы можете сделать. Я и так живу в этой стране и отвечаю по закону. И, слава богу, у вас есть альтернатива или лицензирование, которое грозит, например, цензурой. А с этим не стало интересно. Сергей Иванович, а вы можете правильно ответить на вопрос? Откуда вы так столько хорошо знаете процессы, происходящие в этой одной из самых закрытых и малоизученных отраслей? Мы изучали этот вопрос, более того, наиболее ревнивых и болезненно воспринимающих наши предложения экспертов. Мы с удовольствием приглашаем нашу рабочую группу. Мы считаем, что эта сфера, кстати говоря, кстати, по поводу стройки, это альтернатива монополии. Монополия это когда государство или искусственное подсвоенное назначение монополиста из 5-10 таких, как вы. А если мы предлагаем срок, куда абсолютно открыт доступ, я еще раз напомню, это 3 тысячи входной билет и 30 тысяч страховка. Мы считаем, что нужно, конечно, увеличить... Входной билет. Подождите, подождите, подождите. Андрей Витальевич недавно давал интервью, где 150 тысяч входной билет. Это пожелание, пожелание ко второму чтению. Напомню, 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 друзья, напомню, друзья, значит, 30 тысяч платит оценщик и 3 миллиона страховка. А арбитражный управляющих 50 тысяч входной билет и 5 миллионов страховок. Входной билет это внос в компенсационный фонд. Из этого фонда покрываются убытки наших зрителей, которые оказываются с носом, когда их, по сути дела, кидают организаторы концертов. А скажите, пожалуйста, а где у вас офис находится? В Государственной Думе, заезжайте, будем рады. Нет, не у вас, не у Коммунистической партии, я имею в виду у СРО. Ясная комната, значит, комната, да, в Сите, комната в Сите. Говорят, что в башне федерации у вас. Да, да, в башне федерации, действительно. А по скромнее ничего нельзя взять? Это закон, она нам привезла. Не делайте в ходном билете вовсе. Нет, подожди, 3 миллиона, это где возьмет периферийный человек 3 миллиона страховок? Там Булгаковский уже начинает твориться вещь, чего это в этом комплексе. Знаете, давайте все-таки я отвечу. Я с самого начала в этой... Евгений Григорьевич, давайте я подключим. Я думаю, что я знаю больше, чем все, поэтому вы можете спрашивать у меня, я буду вам отвечать. Да нет, я просто понимаю... По поводу монополии и новой государственной корпорации, действительно ли... Да, полная чушь, никакой корпорации, монополии нет. Чем больше будет членов СРО, тем входной билет должен стоить дешевле. Ни в коем случае речь не идет о каком-то монополии, о каком-то там регулировании и так далее. Речь идет сейчас только о другом, что на самом деле рынок, он не черный и не серый. Он там, я не знаю, понятно, что все артисты будут против, потому что все артисты получают, особенно в регионах, деньги только в кэше, гонорара. И на самом деле невозможно повлиять, невозможно повлиять на артиста, поверьте, я занимаюсь, у меня есть, помимо того, что я занимаюсь этим бизнесом, я еще нахожусь глубоко в теме, потому что у меня еще есть такая компания, как кассир.ру. Я знаю все отмены концертов, которые там происходят, или там, например, есть куча совершенно случайных людей, залетных, которые приходят, приносят какие-то деньги. Вот тут это канал, который привык слышать цифры. Вы можете сказать в процентном отношении, сколько происходит отмен? 5-3 процента. Вы знаете, отмен происходит достаточно, может быть, не так много, как казалось, Петербург-Москве. Что касается регионов, их достаточно много. Ну, например, в Москве такие достаточно громкие отмены, кто не получил. Селена Гомес, деньги не получили. Токио-отель, деньги никто не получил. Сейчас Лимбискет, последний в Новосибирске концерт, деньги не получили. Дело не в том, что деньги получили. Туда просто люди приходят непрофессиональные, которые никакого отношения к этому бизнесу не имеют. Что касается авторитетных людей, на самом деле, изначально была ситуация какая. Это же не делалось скромнее. Вызвали всех там ведущих промоутеров и сказали, пожалуйста, кто ведущий промоутер, давайте мы соединяемся с РО. Последний раз мы приняли Крокус в соучредители, мы приняли Богданова, вернее, как бы там наше радио, нашествие, которое тоже вошло в соучредители. Вы, уважаемый человек, пожалуйста, я вас честно могу сказать, мы с удовольствием вас примем тоже в учредители СРО. Нам важно ваше мнение. Что касается этого, это ни в коем случае не закрытый клуб. Но что касается наведения порядок, и кто-то должен представлять интересы, например, промоутеров Госдумы. Как это назвать, СРО это будет, или это, я не знаю, там, какой-то там, это можно назвать было по-другому. Это была одна из форм, которая возможно там доработать по этой форме. Евгений, я согласен абсолютно с вами, есть только одна проблема. Если кто-то должен представлять этот шоу-бизнес в Госдуме, я с вами согласен. Нужно, и нужно доносить наши идеи и так далее. Скажите мне, пожалуйста, только одну вещь. Почему зал не имеет права сдать не члену СРО? Почему, если я не являюсь членом СРО, то мне стадиум не может сдать зал? Я не понимаю. Меня зовут Дмитрий Гойцев, меня церна. Дмитрий Гойцев, это уже частности, господа, вас пригласили к обсуждению. Правильно я понимаю, Сергей Сергеевич? Да, да, да. Я просто, я вам попытаюсь, я вам попытаюсь, я вам попытаюсь. У нас огромное с вами завоевание. Вас пригласили на обсуждение ко второму чтению этого законопроекта. Я думаю... Секунду дадите. Секунду, пожалуйста. У нас есть плохой пример на сегодняшний день. РАО, организация под общественным коллективным управлением. Там ужас, что происходит. Давайте хотя бы разберемся с одним, чтобы люди, участники шоу-бизнеса, поверили в то, что в нашей стране может что-то работать честно. Пускай РАО честно работает. Пускай РАО честно работает. Тогда я буду... Вот Госдума, пускай зайдет РАО. Пускай зайдет Госдума, сколько лет происходит в РАО. А СРО потом. Вот это все... И более того, насколько я понимаю, СРО должно быть много. Не одно, а много. Господа, заключительное слово, если позволите. Итак, все, что вы сказали, вы можете заявить в Государственной Думе. Я что еще хотел заметить. Вот недавние была огромная дискуссия и огромный протест по поводу введения системы Платон и ситуации на дорогах. С той же самой... с тем же самым посылом затевалась вся эта история для того, чтобы понять, что вообще ездит по нашим дорогам, что перевозится и каким образом. И смотрите, ну худо-бедно сейчас что-то работает уже. Я, кстати, про Платона не возражал, на самом деле. Я хочу сказать... Я не про Платона говорю, а я про вашу ситуацию. Нет, нет, я хочу сказать. А про Платона я, например, хочу сказать. Спасибо. Спасибо.